Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах. Мы продолжаем путешествовать по Турции, сейчас мы в Кемере, стоим вот с таким прекрасным видом. Обязательно посмотрите предыдущие видеоролики, если вы их не посмотрели, чтобы у вас хоть как-нибудь сошелся пазл, почему мы здесь, почему мы в Кемере и так далее и тому подобное. Мы сейчас быстро завтракаем и поедем гулять в Анталию, а еще нам нужно сделать кое-какие дела. Мы собрали все документы для того, чтобы подать на ВНЖ. С каждым днем погода становится все лучше и лучше, мы сейчас поедем уже, а перед этим закинем стирку. Пока будем ездить, белишка высохнет. Так, полный обзор кемберга можете посмотреть в предыдущем видеоролике, мы здесь ходили, все показывали, рассказывали. Так, вот стиралочка, сейчас будем запускать. Утро начинается, как говорится, не с кофе, не на самом деле все позавтракали. У Летенки просто здесь урок, математика. Такая вот разминочка. Вы иногда у нас спрашиваете, а как Родион занимается. На самом деле Родион тоже занимается, не так обильно, ему всего лишь 5 лет. Но есть занятия, которые, естественно, он тоже проходит. Например, он вместе с Артемом садится за ИЗО. Либо, например, мы решили ему нанять логопеда. Ох, мужик, посмотри. Ага. Проверь, остренький там у тебя язычок или нет? Остренький. Для меня было важно, чтобы занятие было не просто скучное какое-то, а построено в игровой форме. И учитывая, что это занятие было еще и в стиле путешествия, то Родиончику вообще зашло. У Родиончику бывает такое, что он говорит какое-то сложное слово, где есть буквы Р, буквы Л, и он их меняет местами. Либо, например, когда он говорит что-то быстро, он съедает звуки и буквы. Собственно, поэтому мы решили попробовать занятие с логопедом. Расскажи свои впечатления о новаторной школе. Как ты позанимался? Хорошо. Что тебе понравилось больше всего? Путешествия. В общем, урок был прям про путешествия, да? Угу. Что сложное для тебя было? Было что-нибудь сложное? Нет. Нет? Нет. Будешь сейчас заниматься? Угу. Да? Учитель понравился? Учитель. Да? Да. Да. Вы знаете, насколько мы любим онлайн образование. И вот как раз школа новатор это онлайн занятие, как индивидуальные, так и в мини-группах. Изучив данную школу новатор, я понял, что все педагоги с высшим образованием, они все молодые, все артистичные, они очень приятные, классно проводят занятия, что очень важно. И ребенок раскрывается. В начале уроки Родиончик начал стесняться, а потом раскрылся и занимался с учителем, как будто он ее знает очень давно. А еще немаловажным фактором выбирая школу новатор было то, что у них есть гарантия результата. То есть, если вы прошли определенный курс, позанимались и у вас нет результата, то новатор готова вернуть деньги. В среднем звук ставится за 4-6 занятий. Ну, я считаю, что это очень быстро. А на бесплатном занятии, как, например, было сейчас у нас, вам сделают полную диагностику речи с ребенком. И то есть, после занятия педагог со мной сел, рассказал мне, какие минусы, какие плюсы, что нужно подтянуть, как это делается. Что могу сказать? Замечательный мальчик, хорошо идет на контакт, не постеснялся, на все задания прям отлично выполнял. По поводу звука произношения. И даже скинула целую диагностическую карту, представляете, первый раз такое вижу. Ну и, конечно, для того, чтобы просто заниматься, нужен интернет и зум. Уроки проходят, причем не просто ты ведешь вот так вот, экраны переключаются, что тоже очень удобно, и ребенок, он не залипает в одну точку, да, там, в учителя. Экран постоянно меняется, происходят какие-то игровые слайды, и ребенок постоянно начинает фокусироваться на новой картинке, что его бодрит. Конечно же, если у вас есть дети, я настоятельно рекомендую пройти пробное, оно тем более бесплатное занятие, получить полную диагностическую карту речи своего ребенка. И если вам все понравится, то купить уже непосредственно занятие, на которое по моему промо-коду вы получите скидку аж в целых 20%. Ссылочку, как всегда, я оставляю в описании под этим видеороликом, переходите, проходите пробное занятие и развивайте речь своего ребенка. Ребятки, мы собрались, выехали, едем в Анталию, скажем по документам, что и как. А еще у нас на Яндекс.Дзене настало 10 тысяч, представляете, 10 тысяч, первый юбилей. Есть еще не подписаны на Яндекс.Дзен, ссылочка есть в описании под видео, обязательно переходите и тоже подписывайтесь. Дорога из Кемера в Анталию, очень красивая. Слева горы, справа море, а еще вот в Бильдибе здесь есть отель, стоит прямо у дороги. Я в прошлом выпуске его показывал, сейчас еще раз покажу. Где мы отдыхали тогда в 2018 году, это была наша первая поездка в Турцию. Отель 5 звезд, вот он, Гранд Ринг Отель. Все включено. Вот здесь вот мы прямо возле отеля. Мандариновые деревья вон растут. Мы первый раз срывали и ели. Балкон у нас выходил с видом вот на вот эти вот высоченные вершины. И тогда, конечно, мы влюбились в это место, потому что ты плаваешь в море. И вот такие вот виды, представляете, какая красота. Посмотрите, какой классный остров. Там стоят корабли, туда, видимо, можно подплыть, взять экскурсию, пошариться. Здоровски. Заехали в Анталию, и вот она, главная канатная дорога, которая ведет куда-то туда, далеко-далеко на вершину. Надеюсь, мы тоже туда когда-нибудь попадем. Проезжаем парк в Анталии, и здесь такое огромное колесо обозрения. Судя по тому, что мы его видели издалека, оно выше, чем 13-этажный дом. Представляете, какое здоровое. Мы приехали, идем с Артемкой пока. Я не знаю, нужны ли мы будем там все, либо достаточно только меня. И для того, чтобы я отдал все документы в соответствии с свидетельствами о рождении, свидетельствами о браке, о постелированной они, мы это делали еще в России, паспорта. Ну, короче, сейчас мы дадим, и я уже точно буду понимать, что для этого нужно. Смотрите, сходил, значит, я подал документы, делаем там через компанию, так сказать, знакомых через знакомых, что нужно. Она взяла у меня копии паспортов, забрала оригиналы и свидетельства о рождении детей, потому что их нужно перевести на турецкий язык, и плюс их нужно еще заверить у нотариуса. Это по цене вот столько. Сейчас мы идем делать фотографии биометрические, ей скидываем в электронном виде, а нам получаем распечатку. Страховка с сегодняшнего дня подорожала, была 1250, стало 1800 с чем-то на человека, то есть детям она не обязательна. Делаем только на нас, на взрослых, итого 3740. Дальше взять рандеву, это будет стоить 600 лир на нас, на всех. Оставили ей свидетельство о рождении оригинала, сделали предоплату 2500, чтобы она сразу сделала страховку на год, и идем делать фотки. Так, делаем фото. Артемка, выпрямись. Это на документы. Молодец. Я пошел первый. Сейчас сфотаемся, скажу, сколько стоит. Здесь еще есть такое обязательное условие, что нужно, ну, так как мы, например, делаем, нужно им скинуть в электронке, чтобы они сразу подали на рандевушку. А мы себе на рандеву, на самом момент рандеву, оставляем уже распечатанные. Поэтому делаем и электронные, и физические. Пока мы ждем фотографии, тут все печатают сразу, да, обрабатывают. Мы делаем сейчас перевод. Здесь есть прямо рядом ПТТшка. Вот если вот так посмотреть, вот она. Сразу зайдем через корону Пэй, обналичим деньги, чтобы на завтра можно было рассчитаться и еще сегодня сходить куда-нибудь здесь покушать. Наши фотки готовы. Вот они. Вот в такие интересные конвертики их ложат. Все, это мы берем с собой и отправляемся с этим фотографиям уже непосредственно на рандеву. А здесь этой женщине мы отправим сейчас в электронке. Все вместе у нас вышло на 450 лир. Он сделал скидку в 5 лир. Мы просто им еще деньги поменяли, поэтому он взял чуть поменьше. Вот, собственно, вот так. Сейчас идем на ПТТшку. Получаем перевод, который я сделал себе, пока мы стояли, ждали. Эта женщина нам помогла еще и с квартирой. Мы сейчас садимся в машину и едем, значит, смотреть и, скорее всего, сразу будем арендовать квартиру на целый год. Ну что, добро пожаловать в микрорайон, либо район Кепес. Наш дом. Вот так вот. Здесь, на самом деле, очень турецкий район. Здесь вот просто вся линия из таких вот... из таких вот небольших домиков. Ну, самых таких, обычных-обычных. Живут, в принципе, одни турки и мы. Если по ценам, ребята, квартира эта обошлась нам в 30 тысяч лир за целый год. Обзор ее нет даже смысла делать, потому что она капец какая простая, и жить тут как бы мы не будем. просто благодаря ей получим ВНЖ, потому что квартира за 2,5 тысячи лир. Вот так вот. Почему жить мы здесь не будем? Ну, наверное, потому что мы будем продолжать путешествовать, кататься, собственно, продолжать жить по нашему стилю. И, как я понял, ты, если снимешь какую-нибудь другую квартиру, ты можешь спокойно прописаться в другом городе, в другом районе. Ну, переехал просто. Ну, вот, собственно, наш райончик. Вода вон, баклажки стоят на крыше. Ну, это, кстати, поприкольнее. Но здесь не было никаких квартир. Вот, считайте, выезжаешь из нашего райончика. Тут, короче, шавуху продают. Здесь, собственно, уже начинается хорошая инфраструктура. Здесь ходит трамвай. В ней основная магистраль, которая идет сквозь до пляжа, до центра буквально 10 минут на машине. Еще есть такая информация, что ты где живешь, вот где получил по адресу ВНЖ, там же ты должен жить. Да, есть такая тема, но мы-то как бы не собираемся. Где-то жить в другом месте. Мы собираемся путешествовать, а это совершенно не запрещено. К тому же, если вдруг мы найдем другую квартиру, мы можем поменять место прописки. Просто имея на руках карточку ВНЖ, да, вот этот Экомет, это сделать гораздо-гораздо проще. Но единственный нюанс, что нужно, если ты, допустим, получил ВНЖ в Анталии, то и менять адрес ты должен в Анталии. По идее, поменять прописку может любой, ну, в том плане, что нас не устроила, там, квартира, шумные соседи, я не знаю, тараканы, куча-куча может быть нюансов. Просто расторгнуть договор с хозяином, возможно, забрать какую-то часть денег, возможно, не забрать. В общем, я это не знаю, как это будет происходить и делаться. Основная задача это собрать документы и подать на ВНЖ. Надеюсь, у нас получится. Держим пальчики. Завтра уже будут готовы получается все документы и завтра уже будет назначена дата рандеву. Еще хочу добавить то, что сейчас, вот, например, в Анталии рандеву дается аж уже на конец декабря. А саму карточку и комета можно будет получить только в конце января. Представляете, как это долго? Ну, в целом, почему нет? Как только... Вот, соответственно, завтра у нас будут документы на руках. Покажу их в конце видеоролика, поэтому обязательно досматривайте. С этого момента все, ты можешь до самого рандеву официально находиться здесь, даже если вдруг у тебя закончились какие-то сроки. Мы зашли в ресторан, вот прям там, где мы припарковались изначально, вот наша машина. Здесь же заказали 4 борща. Здесь очень хорошо нас понимают. Есть кавказский шашлык, горит один из самых лучших шашлычников здесь. Заказали шашлычный микс, 4 борща и графин компота. Не знаю, насколько это вытянет, сколько оно вообще все стоит. Не знаю. Должны в 1000 лир уложиться, но это не точно. Нам принесли огромный графин компота, 4 порции борща. Давно мы борщ не ели. Хлеб, но это уже такая подача, да, вы наверняка уже поняли, что в Турции хлеб всегда приносят. И скоро принесут шашлык. Слушайте, бочь настолько вкусный, что мы даже не ожидали, что он будет настолько вкусный. А еще здесь прикольно, что картошка порезана вот такими здоровенными кусками. Посмотрите, какую красоту нам принесли. Это вот 4 вида шашлыка, куриный, свинина, баранина и еще какой-то. Говядина. А, и говядина, да. Невероятно. Да, мы прям объедаемся. Отмечаем первый шаг для получения ВНЖ в Турции. Ну и любимая рубрика, сколько вышло? 770 за все. Правда, здесь почему-то не дали чек, не дали счет, просто подошел, сказал цену. Я на самом деле даже и не знаю цен за супы, за шашлык. Интересный ресторан. Вот после такого обеда, когда мы сытые, довольные, мы можем пойти на почту и даже если там будет очередь, мы там без проблем постоим. Мы объехали 4 почты, приехали на пятую в центр Анталии. Ну, в принципе, все в центре катали, но это прям прям возле-возле центра самого. Вот она по ТТ-шкам, взял талон. Вроде здесь сказали, что получить можно, но посмотрим. Один большой платеж в 20 тысяч лир я разделил на два платежа. Так больше вероятности, что тут хотя бы один. Я просто охренею с охранников почты, которые здесь работают. Они же, видимо, полицейские. Какие-то люди невероятные. Передо мной закончились деньги, чтобы понимали. Вообще. И он меня взял, говорит, пошли, говорит, я тебе помогу. Перелез через кассу, собрал все деньги. Он собрал все деньги со всех касс, подходит на кассу, говорит, типа, ему выдай обязательно. В итоге она под что-то ему говорит на турецком, и он такой, типа, извини, говорит, вот этому дядьке сейчас выдают 9 тысяч лир. Я такой, ёпаса, он такой, одну минуту. Идет дальше, короче, на кассу, снова собирает по всем кассам по копейке, отсчитывает 9 тысяч лир, и, короче, мне выдает. А вот второй платеж, который на 7500 я делал, он говорит, приходи завтра, где-то в час примерно, и деньги будут. Представляете, как они круто относятся к своей работе. По итогу мне дали вот такую пачку денег. Не выгораюсь, это налички вообще отвык. Я просто отвык от налички. Я никогда ей не пользуюсь, всегда только картами. А тут просто трындец, я уже запарился с ней, если честно. На самом деле, ребята, мы так сильно устали сегодня. Вот эти все моменты бытовые, документальные, они так выматывают. Мы давно таким не занимались, поэтому мы решили поехать домой, покупаться. Сходим сейчас на вечернюю кубку, на закат. Возвращаемся сейчас домой. Вот здесь вот есть справа почта, вот она желтая ПТТ. А есть слева, вот видите, прям золотая корона. И причем здесь можно поменять криптовалюту, то есть закидываете им на кошелек крипту, они вам выдают уже непосредственно алирами, либо долларами, там, что вам надо. Для тех, кто не знает, знайте, что в Турции, например, это, как я слышал, что самый большой рынок по криптовалюте. Вот мы и дома. Пока приехали, туда-сюда уже и стемнело, но мы с Настенкой и с Мирошкой все равно решили прогуляться до пляжа. Да, да, да. И искупаться. Все-таки сегодня очень устал, и я думаю, что море, это такая подзарядка классная, поэтому пошлите. Усталость дает заряд энергии на весь вечер и будем спать хорошо. Короче, темно уже, ничего толком, ты не видно даже, но мы пойдем купаться. Настенка говорит, я буду первая. Я говорю, ну давай. А ничего не видно, короче. Темно, да. Силуэты, фонарики только. На стемнке не видно, ну ладно. И все. Давай, иди. Не знаю, будет видно горы, нет? А вот отсюда хоть что-то видно. Ау. О, теплая. Ну давай, ныряй. Акул нету. Акул нету. Акул нету. Хи-хи-хи-хи. Давай, купайся. Где мама, Мирос? Вон там, да? Да. Да, купаться пошла, да? Мамочка, выходи. Да, да, выходи. Хи-хи-хи. Ах, ладно, ничего не видать, только вот немножко волна. Ака! Да, сынок. Ага, все, хорошо. Все, будьте на связи, пожалуйста. Да, хорошо. Костянет. В общем, подают ВНЖ и приходят мне коды. Я ей говорю, она, видимо, активирует и записывает нас на рандеву. Время утра. Сейчас даже скажу, сколько времени. 11-15, но стоит такая жара. Солнце вышло сегодня. Давно его не было. Стоит жара, градусов, не знаю, 28. На солнце, возможно, даже больше. Поэтому мы сейчас идем купаться. Вчера завершали день с купания. Сегодня встречаем новый день. Тоже будем купаться. А потом какие-то дела будем решать дальше. Вчера не получилось показать ни вид, ни цвет моря. Давайте сегодня покажу. Вода классная. Тут середеземочка прозрачная, прозрачная. Цвет вообще огонь просто. Ух! Ух! И вид какой! Ух! Гляньте, какая красота! Ух! Цвет воды. Я не знаю, как камера передаст, но это просто невероятно. Ух! 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 Вот эти горы и вот эти виды с моря нас влюбили в восемнадцатом году. Это прям топчик. Ну да, вдалеке Кемер виднеется. Кайф! Пока мы завтракали, она нам позвонила и говорит, приезжайте, забирайте документы. Мы снова поехали в Анталию через почту. На этой почте есть деньги, но нужно подождать. Здесь достаточно большая очередь. Поздравляйте снова. У нас есть небольшая пачка денежек, которой нам хватит ненадолго. В общем, получилось, ушло у нас буквально минут 30. Так, мы с Темочкой двигаемся забирать наши документики. Сейчас я вам все расскажу. Ри-ри-ри. Давай на лифте с Волей. Ну что, вы можете нас поздравить. Мы получили все документы и, собственно, компания, которая занималась нашим вот этим всем и документацией отправила. И у нас уже 27 декабря будет рандеву. Блин, круто. Немножко все равно есть волнение, наверное, будет сохраняться за то, пока мы не получим вот эти кометы. Но в целом вот так. Поздравления пишите в комментариях. Теперь вам покажу, как выглядят все документы. Собственно, так выглядят свидетельства. Вот так выглядят опостили. Вот так выглядят перевод и нотариально заверенная копия. Вот так выглядит договор на квартиру и чек о том, что мы оплатили. Еще какой-то документ к договору, что здесь все подписано нотариально. Это ТАПУ. Ну и стопка документов от этой компании. Еще копии паспортов и заветные бумажечки о том, что мы подали на ВНЖ, на рандеву. Как я уже говорил ранее, рандеву нам назначено на 27 декабря. Собственно, мы берем все эти бумажки и отправляемся в миграционный центр. Там нам нужно взять сразу будет талончик в очередь и еще оплатить дополнительную госпошлину. У всех госпошлина почему-то разная. У кого-то 600, у кого-то 500. У меня, например, 465 лир, 69. У Настенки такая же. У детей, у Мирона 233 лиры. А, все, да, у всех 233 лиры. И еще у нас есть теперь страховки. Где-то я слышал, что страховки действуют только с пятого месяца. Нет, они действуют вот прям сразу мы оформили и можем обращаться в частной клинике. Наверняка кто-нибудь сейчас из вас спросит, мол, а как же счет в банке? На самом деле, когда я услышал эту историю, что нужно обязательно открыть счет для того, чтобы подать на ВНЖ, я как-то сразу подумал, что это какой-то бред. Много мы в выпусках показывали, как мы пытались это открыть, какие деньги берут за депозиты, за открытие счетов. Это, ну, это большие суммы. Короче, мы не стали с этим заморачиваться. Через компанию, которая подавала нам документы, мы спросили, а нужно ли это делать? Она говорит, нет, не нужно. Возможно, в каких-то районах это требуется и является обязательным условием. Так как мы назовем это не в туристическом районе будем получать ВНЖ, поэтому, ну, нам это делать не нужно. Решил прогуляться по поселку. Первое, нужно снова купить интернет. Интернет, вообще вода здесь просто летит у нас невероятно. И еще подкупить продуктов. Хотим сегодня устроить рыбный вечер. Надеюсь, у нас это получится. Думал на рынок сходить, а рынок здесь проходит по пятницам, то есть, как бы, завтра. Поэтому нужно будет искать из того, что есть. Стоечный стопор, и кайфующий от этих видов. Высоченные горы, Гаонюк Кемер. С интернетом решил, на Трукцеле максимально дается дополнительное, точнее, покупается 37 гигов, стоит 175 лир. Обратно я приехал на такси, 35 лир вышло. Такси здесь ездит по счетчику, поэтому на это обращайте внимание. набрал, конечно, огромное количество продуктов, что тут только нету, и шампиньончики, и оливки, и маслины, и макароны, и даже взял вот такую вот говядину стейками. Никогда не готовили говядину в стейках на мангале. Сегодня будем вечером готовить. И взял еще большой торт детям. Чаепитие сегодня будет. Ну и тут, короче, куча всего. Торт поставили к ребятам, потому что у них очень большой холодильник, а все остальное затарили сюда. Вот так вот, видите, все получилось. Овощи готовы вместе с грибочками. Мясо готово. Надеюсь, у нас получится приготовить. Повторюсь, не раз что так не делали. Здесь есть мангалы, даже есть барбекюшки. Взяли такой мангал, сюда ложится вот эта решетка. Мирон, ты только из душа вышел. Сейчас сюда засыпаем и начинаем готовить вкусноту. Что сказать, давненько мы не жарили мясо с таким шикарнейшим видом на попугая. Тоже смотрит. Кайфует. Я вспомнил, зачем я вожу фен. Вот для чего. Ну, ну. Вот так вот. Просто здесь и пошла заразь. французы стоят. Мужик только вышел, мне лайк показывает. Ну, какова красота. Слушайте, я надеюсь, что мясо будет не жесткое. Я вот знаю, что говядью, например, варить долго надо. Ну, посмотрим, как она будет, как она себя поведет сейчас на углях. Ну, вкуснота, вкуснота. Ну, простите, если вы смотрите еще не покушав, дико извиняюсь, но по-другому я не могу вам не показать эту красоту, да еще и с таким видом, да еще и на мандариновые плантации. Это просто невероятно. Красота, конечно, получается у нас очень вкусная. Грибочки уже высыпали, мясо того же все готово. Единственное, что готовится, конечно, он очень долго. что пришлось даже подкидывать сюда дровишки. Добрались до самого главного. Он красивый, я серьезно говорю, конечно. Смотри, какой нарядный с печеньем. Ставьте свечки, сейчас мы их задувать будем. Подождите, сколько годов исполнили. Все, три, вы готовы задувать? Молодцы! Вообще я не успела. Задувай скорее, еще дополнительное смотреть. Ну и собственно все. Поздравления пишите там, в комментариях. Если есть вопросы, обязательно тоже задавайте, я постараюсь на все ответить. Буду завершать этот видеоролик, ставьте лайк, если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok